Сегодня в выпуске сетевой выходной. Мы тогда даем возможность небольшим магазинам у дома поправить свое финансовое положение. О частных инициативах и общих перспективах подведем итоги инвестфорума. Знай наших. Вы должны в определенный недельный срок убрать полностью эти вывески, наименования. Как получить и защитить свой товарный знак. Деньги в окно улетели. Это просто контора рога и копыта. Обманутые тюменцы штурмом брали офис монтажной фирмы. О событиях, явлениях, а главное о людях, точнее в ближайшие полчаса в студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Тюменская область расширяет международные связи. С рабочим визитом в регионе находится посол Индонезии в России. Сегодня он встретился с губернатором Владимиром Якушевым. Интересы экзотической страны не ограничиваются туристической сферой. Сотрудничество может получиться также в деревообработке, образовании и пищевой промышленности, в частности в производстве рыбы. Возможно, иностранные бизнесмены инвестируют в мегапроект «Северный широтный ход» и будут покупать буровые установки у наших машиностроителей. Представители заинтересованного предприятия уже посещали некоторые заводы в России, но по итогам переговоров контракты так и не были заключены. Хотя Индонезия готова вложить в покупку буровых установок примерно 250 миллионов долларов. Я обязательно расскажу им о посещении тюменского предприятия и порекомендую здесь побывать. Кстати, посол Индонезии принял участие во втором инвестиционном форуме, который прошел накануне в Тюмени. На международной площадке прозвучали не только мнения и инициативы, но и прошел образовательный семинар для управленцев. Его провели столичные эксперты из агентства стратегических инициатив. Своеобразным учебником для губернаторов и других региональных чиновников станет национальный рейтинг состояния инвест-климата территории России. В него войдут лучшие практики по построению отношений между структурами, от работы которых зависит развитие бизнеса. Мониторинг уже прошел в 21 субъекте страны. Стало понятно, что разница в подключении к электросетям, либо в получении разрешения на строительство от региона к региону разнится, причем иногда на порядок. И задача этих лучших практик как раз привнести то лучшее, что есть в управленческих решениях, в практику деятельности органов власти всех субъектов. Полные результаты исследований, в том числе по Тюменской области, станут известны в июне. Их огласят на Большом инвестиционном форуме в Санкт-Петербурге. Как поддержать предприятия малого и среднего бизнеса в экономически непростое время? Эта тема стала одной из ключевых на Втором инвестиционном форуме. И если взять опыт прошлого года, то инициативы, предложенные в Тюмени, уже на всю Россию работают. Дарья Власова изучила вопрос. Площадка инвестиционного форума для его участников – это не просто возможность высказать идеи. Год назад это выступление губернатора Тюменской области стало поводом для нового закона и упростило жизнь индивидуальным предпринимателям. Здесь, мне кажется, можно было бы ограничиться простой покупкой патента, не заставляя этих людей регистрироваться в качестве индивидуальных частных предпринимателей. И при учете представляли бы, как все-таки выглядит сегодня экономическая часть населения, которая оказывает непосредственное влияние на развитие нашей экономики. На втором форуме глава региона вновь выдвинул несколько важных предложений, например, о необходимости доработать эту патентную систему, а также минимизировать проверки малого и среднего бизнеса и перенести аттестацию рабочих мест до 2018 года. В кризисное время бизнесменам это обходится слишком дорого. Не просто и мелким предпринимателям из-за появления в городах крупных торговых сетей. Мы здесь не придумываем ничего нового. Есть опыт, так сказать, наших коллег из Европы, когда сетевым магазинам на законодательном уровне дается один день отдыха, либо выходной день, либо воскресенье, либо суббота, и мы тогда даем возможность небольшим магазинам у дома поправить свое финансовое положение. Не сбавлять обороты, несмотря на сложное время, а инвестиции вкладывать в инновации. Это также предложил Владимир Якушев, ведь они простимулируют рост экономики. Наши стратегические цели остаются неизменными, прежними. Это системная модернизация экономики, поиск передовой модели развития. Я надеюсь, что коллеги-депутаты поддержат эту законодательную инициативу, а участники форума подтвердят правильность такой меры, которая, кстати, была опробована и довольно позитивно еще в 2008-2009 годах. По многим показателям Тюменская область получила высокую оценку экспертов форума. Социально-экономическое развитие региона – одно из самых высоких в стране. Тюменская область молодец, у нее все в порядке. Минимальная зависимость от федерального бюджета. У вас нет долга, у вас нет дефицита, у вас нет долга, у вас прекрасные доходы бюджета, у вас есть пока ресурсы. И грамотно ими распорядиться – это крайне важно. И я думаю, что ваши смогут. Бороться с кризисом можно, только сплотившись в помощь опыт соседей и крепкая дружба с иностранными инвесторами. Битва против бюджетного дефицита уже идет на всех фронтах. Дарья Власова, Тюменское время. А тюменские студенты-медики тем временем объединяются с китайскими. Об этом и других событиях узнаем из краткого обзора. Тюменские студенты-медики будут обмениваться опытом с коллегами из Харбина. Сотрудничество организовано в рамках Российско-Китайской ассоциации медицинских университетов. Будущие врачи из России и Китая планируют проводить совместные научные исследования и создавать общие образовательные программы. Практика взаимодействия с азиатским регионом сейчас активно развивается в России. Профилактика инфекционных заболеваний, наблюдение санитарно-эпидемиологической обстановки, медицина катастроф, а также борьба с поддельными медикаментами – это основные направления сотрудничества. Тюменская область названа одним из лучших регионов в сфере оказания социальных услуг. Главным параметром независимой оценки стало наличие интернет-сайта с подробной информацией. Лидеры по соцобслуживанию – Истошинский дом-интернат для престарелых и инвалидов, Лесновский психоневрологический интернат, областной геронтологический центр и ряд других учреждений. Наравне с Тюменской областью в список лучших внесены республика Дыгея, Алтай, Московская и Смоленская области. Также наш регион вошел в группу субъектов федерации с максимальной устойчивостью. Рейтинг представило Министерство труда и соцзащиты. А завтра была война. Выставка под таким названием открылась в Тюменском музее ИЗО. Она посвящена 70-й годовщине со дня Великой Победы. Здесь собраны работы известных советских художников-живописцев. Блокадный Ленинград, разбитые города Европы, Бранденбургские ворота. Большинство картин рождались в ходе военных действий. Это именно по воспоминаниям, по ощущениям буквально сразу. То есть сразу после боя, сразу после освобождения какого-то города или села, высоты, сразу делались вот такие небольшие тюды. Они часто служили основой больших вот таких вот полотен. Экспозицию дополняет фильмы и музыка военных лет. Она будет работать в музее ИЗО до 9 мая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Узаконить те объекты, которые не представляют угрозы жизни и здоровью граждан. Если амнистия для самовольного строительства законопроект будет введен, то это сохранится очень много рабочих мест, очень много предпринимателей. Это проблема по всей России. Поэтому я думаю, что будем дальше работать в этом направлении. А то, что бизнес делает сегодня, он стремится законом защитить. Активный спрос на регистрацию товарного знака отмечают в Торгово-промышленной палате Тюменской области. Чаще всего заявки поступают от предприятий. Производители реже в Тюмени регистрируют изобретения. Почему важно не только придумать, но и проверить свой товарный знак? Разбиралась Дарина Скорнякова. Большой и яркий. В офисе этой компании цветной квадрат размещен на стене у входа, на стойке администратора, на бэджиках у каждого сотрудника. Теперь это не просто логотип, а торговый знак. Рассказывать нашим клиентам о том, что у нас зарегистрирован товарный знак, для них это особой ценности не имеет. Это нематериальный актив компании. Это такое стратегическое решение защитить бренд и стратегическое решение, если в будущем нам захочется, например, продать бренд. Чтобы повысить статус компании, потребовалось время. Больше года здесь ждали официальных документов на получение товарного знака. Долгая процедура не испугала. Не боятся бумажной волокиты и другие тюменские предприниматели. Еще пару лет назад в этом кабинете обрабатывали по 2-3 заявки в месяц на получение торгового знака. Сейчас работы стало больше. Существенная разница наблюдается в десятки раз, я бы сказала. То есть папка уже огромная тех организаций, которые обратились. Обычно рекомендую людям произвести проверку по уже зарегистрированным товарным знакам, под которыми находятся данные товары или услуги, которые предлагает данная компания. Крупные предприниматели регистрируют товарный знак ради престижа. Мелкий бизнес идет на эти сложности для расширения бизнеса. Товарный знак позволяет ему создать франшизу. По статистике торгово-промышленной палаты чаще всего регистрацию проходят образовательные и лечебные учреждения. И лишь 20% тюменские продуктовые компании. Перед тем, как дизайнер сядет за разработку логотипа, в рекламном агентстве проходит долгий мозговой штурм. Исследуя сферу деятельности заказчика и изучая конкурентов, все равно формируется какой-то образ общего символа. Но даже самые лучшие дизайнеры не дадут гарантию, что логотип останется неизменным при регистрации торгового знака. Все потому, что надписи и элементы уже кем-то использованы. В Тюмени в прошлом году торговая компания решила завершить регистрацию, несмотря на обнаруженные совпадения. Избежать миллионных штрафов удалось чудом. Пришло письмо из другого города, из крупного города, от правообладателя данной товарной марки, который писал о том, что вы должны в определенный недельный срок убрать полностью эти вывески. Процедура получения товарного знака хоть и долгая, но посредством даже самым мелким предпринимателям. Причем плюсов от нее много, и их уже в полной мере распробовали тюменские компании. Дарина Скорнякова, Николай Морозов, Александр Зосимов. Тюменское время. Товарный знак есть у каждого уважающего себя предприятия. Несмотря на то, что процедура его регистрации длительная, может занять до двух лет, репутация важнее. Так, одно из старейших производств в городе Тюмень-Молоко, основанное в 1934 году, знакомо нам всем по такой вот эмблеме. Тюменский аккумуляторный завод снабжает всю страну оборудованием с 1941 года. Узнать его продукцию сейчас можно по товарному знаку. И даже наш конкурс «Тюменская марка» – это тоже товарный знак. В виде наклейки он появляется на лучших продуктах и изделиях, и даже на услугах в виде диплома. Претендовать на использование знака могут предприятия и организации, осуществляющие свою деятельность в Тюмени. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. Будьте предельно внимательны. Даже наличие договора не является стопроцентной гарантией. Обманутые тюменцы обратились к нам в редакцию. Все они решили поменять окна. А что в итоге, расскажет Анастасия Косымова. Тюменка Людмила Трепянская была уверена, что выбрала надежную компанию. У строительно-монтажной фирмы есть свой сайт, много положительных отзывов клиентов, фотографий готовых окон и, главное, большие скидки. Женщина заключила договор и внесла плату – более 12 тысяч рублей. Но ни в назначенный срок, ни в последующие дни установщики так и не явились. На первом этапе моей истории у меня никакие сомнения даже не было, что меня обманывают. Все началось после того, как я отдала деньги. После этого интерес ко мне пропал совершенно. Офис закрыт, на звонке телефон не отвечал. Точно в такую же историю попал и житель Тюменского района Игорь Кашкаров. В фирме, обещавшей европейское качество, он сделал заказ на 45 тысяч рублей. Это почти полугодовой доход пенсионера. Окна ему так и не установили. В конце января он пытался вернуть деньги, но безуспешно. При мне появился директор фирмы «Евролюкс». Мы ее задержали. Кроме меня были еще потерпевшие. Мы ее задержали и сдали участковым. Вызвали милицию и сдали ее милицию. Руководителю строительно-монтажной фирмы никаких обвинений пока не предъявлено. Полицейские выясняют подробности, как действовала компания и есть ли в этом состав преступления. По действиям данной компании уже в полицию поступило 5 заявлений от жителей города Тюмени. В настоящее время в отделе полиции номер 5 проводится доследственная проверка, ну и по результатам которой уже будет принято процессуальное решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела. На офисном центре, где компания принимала заказы, сейчас нет даже вывески. Дежурный администратор Сергей рассказал, что периодически сюда приходят недовольные деятельностью фирмы-клиенты. Жалуются на то, что их обманули, но спросить теперь не с кого. Они съехали. С 1 февраля уже другие арендаторы в их офисе. Скорее всего, что они никуда не переехали. Просто у них не было возможности оплачать офис. Их выселили. Все, что здесь осталось от установщиков Евроокон, прислано на адрес фирмы-корреспонденции. Все последние извещения с пометкой «Судебная». Анастасия Космова, Николай Комаров, Александр Изосимов. Тюменское время. Нечистые помыслы не только людей не красят, но и город. И прежде чем ругать власти, стоит свои поступки проанализировать. Жители частного сектора Тюмени, например, зачастую не платят за вывоз мусора, однако общими контейнерами пользуются. И, похоже, некрасивая картинка из окон их не смущает. Карина Закирьянова подробнее. Я с вами знакомый. Я ваш квартальный с администрацией города. Сколько помните? Не помните меня? Ой, а еще дров? Да-то дрова лежали у вас. А, да. Но не дрова сейчас волнует квартального, а мусор. Жителям раздают памятки о том, что с Нового года надо перезаключить договор с обслуживающей организацией на вывоз отходов. Кто-то соглашается сразу. Чтобы мусор не скоплялся, чтобы собаки не растаскивали по всей улице. Если будут улицы чистые, они будут лучше для нас, правильно? У вас договор заключен, да? Да. Но таких сознательных жителей в частном секторе не так уж и много. Говорят, что все сжигаем сами, утилизируем сами, но все утилизировать невозможно в принципе. Стекло, пластик и прочие материалы. Поэтому если выявляем такого человека, составляем административный протокол. А дальше штраф от тысячи до пяти тысяч. Кстати, тариф на вывоз мусора 36 рублей 10 копеек с одного прописанного человека. Бывают, правда, ситуации, когда в одном доме зарегистрировано чуть ли не 20 жильцов, а живет одна бабушка. Мы работаем с трицем по справкам. То есть если предоставляет житель справку, что у нее по факту прописано много человек, а предоставляет справки, что они в это время, допустим, проживают в другом месте, и в другом месте оплачивают данные услуги, то мы производим перерасчет. Для этого необходимо связаться с обслуживающей организацией по телефону. Специалисты помогут оформить справку. Кстати, только в Центральном округе более пяти тысяч частных домов. Так, на территории Центрального округа размещено 208 контейнерных площадок, на которых установлено 467 контейнеров. Контейнера идут с старого образца. В данный момент рассматриваем вопросы об улучшении данной ситуации. Но пока все контейнера на территории частной застройки только старого образца. Но это не дает право жильцам выбрасывать крупногабаритный мусор на контейнерную площадку. Такие отходы надо вывозить либо самостоятельно, либо заключить отдельный договор. Карина Закирьянова, Антон Пригорницкий, Тюменское время. Лесная экосистема страдает не только от мусора, человеком оставленного, но и от паразитов, уничтожающих деревья. Бороться с жуками, караедами специалисты решили по принципу «клин клином вышибают». Они уже, можно сказать, вырастили биологическое оружие и показали его Людмиле Чапурных. Вот видно, что жуки сейчас пытаются спрятаться от света. Он закапывается. Это не просто жуки, а оружие в борьбе с вредителями, что поедают сосновые леса в Тюменской области. Уже этой весной маленьких защитников выпустят в Амутинском и Арамашевском районах, где самая большая концентрация паразитов. Из-за них деревья за год превращаются в труху. Даже на дрова не годятся, поэтому защищать их решили не химией, а биологией. К сожалению, нет. Мало того, что это может повредить другим насекомым, которые присутствуют в системе. До этих жуков очень сложно добраться, потому что они под корой. И вообще короедов очень сложно их строить по средствам химии. Плюс к этому обработка химии операция дорогая и, как показала практика, малоэффективна. А вот чтобы вредители не размножались, до сегодняшнего дня с ними боролись самым простым способом – огнем и бензопилой. В прошлом году только в Амутинском районе из-за паразита было вырублено 34 тысячи деревьев или 8 гектаров леса. Поэтому и было принято решение бороться с паразитами биологическим оружием. Те жуки, которых разводят в лаборатории, как собаки, будут идти на запах вредителя, забираться вот в такие лунки и уничтожать его. Плюс к этому ученые уже придумали, как быстро восстанавливать лес, что уничтожил паразит. Изобрели новую конструкцию плуга и патент на него получили. Он не создает глубокой борозды, лишь слегка взрыхляет слой почвы. Тем самым сохраняет семена от ветра и солнца. Мы культивируем почву, создаем условия для поселения неревесных пород. Особенно рассчитываем, что орудие будут востребованы на содействие возобновления семенного березы, потому что сегодня в России реальный дефицит. У нас есть фанерный кабинет, который испытывает реальный дефицит сырья, именно местного сырья, который бы позволял ему работать на местном сырье. Теперь с помощью науки борются и с браконьерами. По госзаказу тюменские ученые разработали программу, которая создаст биопаспорт для каждого дерева. В базу загружается снимок обычного пня, как отпечатка пальца, а дальше дело техники. В дальнейшем при проверке, если информация об этой древесине есть в белом листе, то она фактически считается легально заготовленной. Если же ее нет, то она считается нелегально заготовленной. Эта проверка также осуществляется легко. Достаточно проверяющему заново сканировать, либо сфотографировать эту древесину. И программа сравнивает уже автоматически сама. Борются с черными лесорубами не только на земле, но и с воздуха. Ученые уже опробовали беспилотник. Новинку оценили лесники. Месяц назад с высоты просмотрели Амутинский район. Черных лесорубов не нашли, но обнаружили других браконьеров. Педмолчь проник Владимир Кондратьев. Тюменское время. Тюменцам предлагают хором спеть о войне. К 70-летию победы объявлен городской конкурс среди коллективов и вокальных ансамблей. К участию в голосистом марафоне под названием «Пою тебе, мое отечество» приглашаются таланты из музыкальных школ искусств, а также студий, клубов и кружков при общеобразовательных заведениях. Главное условие – петь хором. Возраст участников не старше 19 лет. В репертуаре не больше одной песни, но обязательно акапелла. В хоровом конкурсе табу на любые фонограммы. Музыкой воспитываем не только ум, но и душу. И я надеюсь, что песни военных лет наших детей облагородят, сделают добрее, сделают сопереживательнее. Вот, скажем так, и, наверное, это очень нужно и важно. Заявку на участие успевайте подать до 1 марта. Организаторы – это школа искусств «Гармония» совместно с городским департаментом культуры подготовят для победителей сладкие призы. Скачать себе книгу, в том числе и о войне, тюменские школьники и студенты теперь могут бесплатно. Лицензионное издание будет храниться в компьютере, на планшете или смартфоне ровно 2 недели. Где получить мобильный читательский билет, подскажет Вера Баранова. Так выглядит библиотека будущего в зарубежном кинематографе. Но что, если часть этой выдумки уже сейчас воплощается в реальность? Некоторые тюменские библиотеки перешли на виртуальный абонемент. Новая система себя оправдала. Библиотека приобретает определенное количество экземпляров. Ну, условно говоря, 5. Пришло 5 человек, взяли 5 книг и все. Остальные 5, которые к нам придут, они будут ждать, когда прочитают предыдущие. Здесь такого нет. Но главное достоинство электронной программы – лицензионный контент, соблюдающий авторские права. Читатели, в свою очередь, получают бесплатный доступ ко всей имеющейся в системе литературе. А это сотни тысяч книг. У тебя есть специальное приложение. Открываешь приложение, заходишь, обязательно входишь в библиотеку. Классика, зарубежная проза, детские книги, фэнтези и множество научных изданий, например, по психологии или медицине. Единственное условие – наличие в вашем устройстве интернета. Тогда специальное приложение можно скачать на смартфон, айфон, планшет или компьютер. Для этого вам всего лишь нужно стать пользователем библиотеки. Логин за ваш номер читательского билета на обратной стороне написан по раме. Символично одной из первых, кто запустил эту систему, стала юношеская библиотека. Десятиклассник Дмитрий уже оценил услугу. Это удобно, потому что не надо приходить в библиотеку два раза, чтобы взять и обратно сдать ее. А надо прийти только один раз, получить пароль логин и скачивать дома интернет. И что самое удивительное, книга хранится в устройстве лишь две недели, а затем самоуничтожается по принципу абонемента. Подобные проекты достаточно успешно реализуются во многих городах России. Теперь и Тюмень вошла в число пользователей мобильной библиотеки. Но что выбрать, мегабайты или шелест бумажных страниц, решать читателю. Вера Баранова, Максим Плюхин, Тюменское время. Телеканал Тюменское время объявил детский конкурс «Мой папа лучший», приуроченный к празднованию Дню Защитника Отечества. Для этого нужно снять минутный видеоролик про своего отца. Принять участие можно детям до 14 лет вместе с родителями. Ждем ваши материалы. Три самых оригинальных ролика будут показаны в программе «Утро» с вами 24 февраля. И на сегодня это все. Следите за событиями, а мы расскажем о них точнее. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова